Экспериментальная. Кухня у Вольфа. Вот так вот пройдет сегодняшний день. Я нет. Я нет. Нет. Просто нет и все. Типа все же что-то гречку покупали, надо тоже гречку купить. Но у нас зырин. У нас зырин, да. В общем, не, фишка в чем-то. Так, вегетарианцам не смотреть. Я так люблю ее тролльцами, он представляет. Всем доброе утро, да, Максик? Скажи, всем доброе утро. Проснулся он, значит. Потянулся. Потянулся. Хныкнул. Мама к нему пришла, а он говорит, папа. Вот у него есть такое настроение. Ему то мама нужна, то папа. Будут горькие слезы лить, вот если я к нему приду, а не Таня. Или наоборот. Скажите, я чередую. Родители скажи, да, что вот. Интереснее так. Не то папа нужен, то мама нужна. В общем, всем доброе утро. Мы тут развлекаем молодого человека с утра пораньше. А у Викульки сегодня праздник, который называется день 1 апреля. Она его почему-то ждет у нас уже весь март. Почему-то Вика решила, что это всенародный праздник. Она говорит, даже работать нельзя. Но мы, конечно, не можем с ней согласиться. У меня на голове паста. У меня на голове паста? Это, который едят? Где? Зубная просто. Зубная? Нету, ты что сочиняешь? Ну, а ты в апреля никому не веришь. Там так написано. Так написано. Там так написано. Съел бы тебя. Ждем. Не дождемся. Оладий. Что-то ты прям, по-моему, гору сейчас настряпаешь. Ну, если что, можно заморозить. Можно заморозить. Оладий, по идее, быстро съедается, да? Быстро жарится. Ага, быстро жарится. Но быстро съедается, типа не переживай. Ну, и сегодня у нас на кефире. Вот был кефир. Как раз успеваем, пока у него срок годности не вышел. Ну, собственно, мы его и брали. Или тоже как-нибудь. А, оладушки постряпали. Единственное, мы обнаружили, что у нас яйца кончились. Да вообще. Поэтому... Без яиц. Плюс-минус будет по рецепту, но без яиц. Мне кажется, они и так пожарятся, и так будут вкусные. Надо добавлять кефир. А, мне кажется, у нас кефирчик супер густой. Я его еле размешал. Ну, что за это? Да, выливай весь кефир, да, и все, мне кажется. А смыслом у нас останется, 3 грамма. Кто его? Ну, сейчас-то это будет жаскать. Ну, сейчас это будет просто до вечера, это будет жаскать. Радужная кошка, та-да-да-да, спиной, та-да-да-да-да. Знаете, хай-хай такую песню? Сейчас-то уже любят стараться. Да. Ну, потому что мы ее что-то включаем после клубки. У нас что-то летом все пахнет. Да, мы мечтаем о лете, мечтаем о лете. Скорее по-моему, стало. Кстати, ультрафиолет убивает все вирусы, так что настанет лето, и солнце прибьет все вирусы, и мы выйдем из своих домов здесь раньше, чем лето. Ха-ха-ха, начали. Да. Кстати, прямой эфир. Прямой эфир. Это сейчас с вами, да? Сегодня у вас уже. Сегодня, да. Сегодня в 11. Какое 11? По Красноярску, а по Москве в 19. У нас 11, поэтому... Да, если вы напишите, что у Эрнста или у Тани уставшие глаза, так оно и будет. Я надеюсь, дети уснут. Да, главное, чтобы дети спали. Так что не забываем, приходим. Ну, а мы продолжаем о латушке. Что делали с цедрой лимона? Ну, давай проэкспериментируем с цедрой апельсина. Точнее, мы сделали с цедрой лимона, почему апельсины может не продойти нам? Ну, разные фрукты. Я не знаю, я... Да, нормально. Давай экспериментировать. Экспериментальная. Кухня у Вольфов. Да. Как говорится... Я еще сейчас сок выжму, писать какие-нибудь апельсиновые. Ну, вообще... Так он еще и сок, по идее, загасит. Сейчас все равно с кислотой, но соды загасит. Мне кажется, что это не будет вообще. Ей кажется, что будет прикольно. Увидим через 10 минут. Да, скоро узнаем, как оно будет. Просто, что тут апельсинка эта, да, без дела лежит? Что, Макс? Эй! Эй, на ручку. Чай не греет. Маладий жарится. Маладий жарится. Нельзя маме показывать вот эту бумагу. Ребенок продолжает придумывать шуточки над нами. Нельзя. Да не будем мы трогать бумажку. Ну, сказал же нельзя. Что, в первый раз понимаем. Ну, тебя и на голове. Сыровать. Где? Где коровка. Ленинка в небе. Вот так вот пройдет сегодняшний день. Вика готовится к детскому саду. К 20-минутному детскому саду. 40 минут. 40 минут? Это она вчера 40 минут занимала? А, мне казалось, все так быстро. И вот этот кругами ходит. Ходит кругами. Все. Не хочет, чтобы сестра какими-то делами без него занималась. Что за инструктаж у вас? Сбываем плюшку? Чтобы он ее сдул. Мы хотим освободить наш один балкон и устроить здесь прогулочное место. Вот в идеале-то бы викинг балкон прогулочный. Там всегда солнышко. Это нет. И я нет. Это нет. Просто нет и все. Вот это долго. Я даже не буду вообще там не разгребать. Там больше завалов. Нет, мне больше отсюда туда внести пару вещичек, чем разгребать то долго. Ну, понятно, понятно. Татьяна у нас за двумя ноутбуками работает, да, Татьяна? Не знаю. Нет, просто так выглядит. Самой ноутбук отодвинула такая. Сидит, как будто сразу за двумя работает. Это еще третий монитор, короче, вообще просто. Ну, если его включить, вообще откроет. Такой пункт с управлением полетами, короче. Что у нас там на улице творится? Это хорошая погодка. На улице, да, погодка. Хорошо, блин, каждый раз думаю, надо хоть протереть окно. Мы сейчас так часто к нему подходим. И, видимо, будем выглядывать. Надо его помыть, чтобы хоть как-то там это... Дети тут сразу появились, как камера включилась. Только что их было не угнать с зала там. У нас была планерка целый час. Мои мультики включили, чтобы они не кричали во время планерки. Но Макс все равно умудрился на голову. Ужинать? Я уже не знаю, что готовить. Картошку съели. Вот вроде приготовишь, кажется, ну... Сейчас вот целый день там будем есть. А у нас Макс, теперь есть Макс. Раньше на три раза хватало. Теперь есть Макс. Все просто дома. И вот реально сваришь либо на раз, либо на... Максимум на два. Вика, слезь с окна. Вика, слазь. Ну, в общем, ладно. Что-то умудрился их утрамбовать в детскую. Думаешь, тебе это удалось? Ну, пока да. В общем, да. Что готовить, что готовить. Мы никогда не относили себя к категории супер-кулинаров. Вика, почему ты вернулась? Коробочку. Коробочку какую? Она же там у вас с Максом. Нет, Макс не дает. Тебе другую надо? Ага. Выключаем. Так мы вернулись. В общем, к супер-кулинару мы себя не относили. У нас ограниченный список блюд, которые мы обычно готовим. Вот. Последнее время там все в офисах, то там, то сям. Не каждый день готовили. Надо сходить. Я говорю, давай хоть магнит схожу. Там полуфабрикатов хоть куплю. Пельмени и вареньков. Чтобы хоть... Нет, не каждый день не подумают, что готовят. Вот. Изоляция. Снова был я не сходил. А мы говорили, что у нас сегодняшний день официально... Ну, это убили. Я не знаю, да. Но сегодняшний день официально. Может быть и говорили, да. Все в Красноярском крае с 1 апреля официально вводят режим самоизоляции. Может, и 1 апреля никому не верят? Хотелось бы вообще, чтобы это все оказалось 1 апрельской шуткой, но... К сожалению. К сожалению, это не окажется 1 апрельской шуткой. Вот. И вовсе не шутка. Что мы умеем готовить? Мы умеем готовить плов. Мы умеем готовить лагман. Мы умеем готовить... Я вот гречку... И, кстати, вопрос. Я говорю, мы... Я говорю, может гречка... Я люблю гречку. И, может гречка, скажем, нет. На следующий день. Может, на завтра гречку? Нет. Давай в обед сварим? Нет. Мы зачем вообще гречку покупаем? Типа все же что-то гречку покупали, надо тоже гречки купить. Так давай ее есть начнем. Гречку. Я не знаю. Давай завтра гречку. Все, завтра гречку. Еще можно, сегодня не будем и гречку. Гречка вкусная. Я вообще люблю гречку. Хоть с маслом, хоть с кетчупом, хоть с чем. Напишите нам, что вы готовите. Что вы вообще люди? А вы вообще что готовите? Что люди готовят? У нас фантазия вообще никакая. Пошли что-нибудь сейчас. Пойдем пошаримся в холодильник. Пойдем пошаримся, что-нибудь придумаем. Пока время есть. Мы полдничали, кстати, мы полдничали пиццы. Да. У нас была пицца в морозилке, вот мы и пополдничали. Поэтому мы не такие голодные и ужин можем чуть попозже. Так, ты вставай. Я понимаю, работа работает, но надо ужин в семье готовить. Ладно, сейчас пойдем что-нибудь придумать. В общем, пока Таня ждал, установил тут себе приложение. Ну показывай, что будем готовить. Телефон разрядился. Что будем готовить? Я уже Тане рассказал, короче, приложение. Социальная сеть такая для тех, кто любит готовить, любит выкладывать свои рецепты. В общем, тут смысл такой, люди сами выкладывают рецепты. Выкладывать не будем. Ну, посмотреть. Ну, у нас зыринг. У нас зыринг, да. В общем, не, фишка в чем, фишка в чем. То есть можно забить продукты, которые у тебя есть, получается, в холодильнике. Ну или за пределами холодильника, в общем, продукты, которые есть дома. И он показывает рецепты. Я, в общем, все забил. У меня пока 17 рецептов можно сделать из того, что у нас есть. В мостах мало всего есть? Ну, там, понимаешь, у нас яиц нет. С яицами там уже 60 было рецептов. По-деревенски, быстрое печенье, молочная и гречневая каша, творог. У нас творог есть? А, я там, наверное, молоко не убрал. У нас молока нету. То есть молока можно сделать. Куриные чипсы, картофель ферри, жареная, рисовая каша, хауа. Короче, больше всего по виду мне нравится вот эта картошка. Она какая-то любопытная нарезанная картошка. У нас, кстати, перец есть. Зелени, правда, у нас нет. Ну ладно, без зелени сыра нотрем. Модифицируем. Я думаю, мы туда еще мясо добавим. Курицу. Ну, а почему нет? Пожарим ее, да, чтобы она уже готова была или она в духовке запечется. В духовке запечется. Так что вот это. Называется приложение. Называется оно у нас. Так что если кто-то из вас любит готовить, вы можете туда занести блюдо. Называется оно вот Mary Kitchen. Вот такой вот у них значочек. Ссылку оставь в описании. Ну да, ссылку в описании оставлю, кому интересно. Вот называется Mary Kitchen. Занесите свои блюда и может мы их приготовим. Да, занесете блюда, а там, кстати, можно дружить между собой. Так что мне надо там авторизоваться. Я там, короче, под ником Ервольф. Если что, меня вот скачаете, меня вот друзья добавляете и вы будете готовить какое-нибудь блюдо, туда выкладывать, а у меня будет сообщение приходить, что у блюда вы выложили. Так что я его приготовлю. Не так, чтобы типа, эй, вот мы там готовили, все, подтвердите, выложите. Сфотографировать маму. Мама. Я очистить картошку буду. Он просто вернуть маму в детскую и папе все сделает самому. В общем, ладно, будем готовить. Промежуточный результат. Промежуточный результат. Что мы имеем? Я делаю заготовки. Мы имеем картошку нарезанную. Не теребись сейчас. Ну я вот только что зашел, я там работал, сидел опять. Мне по-дому любопытно, что тут картошечка нарезанная. Картошечка. Ага, это для начиночки картошечка. Вот с мясом надо как-то мелко его. Мясо я предложил. Я думаю, во-первых, ты много достал. Я думаю, мы сейчас оставшие вот сюда положим для запекания. Может, мы его в что-нибудь завернем, а то оно высохнет. Картошка долго будет пропекаться, наверное. У него фольги нет. Ну сейчас что-нибудь поищем. Ну давай, мы сейчас что-нибудь изобретем. Добавим туда и покажем, что получилось. А потом скажем, вкусно получилось или нет в конечном итоге. Ну, в общем, модифицируем мы. Так, вегетарианцам не смотреть. Мы напихали мясо, короче, в картошку. Вообще, даже теперь засунуть ничего невозможно. Ну, что-то это... Таня меня попросила мясо нарезать. Я его как-то крупно нарезал. Бомбочки. Да. Да, пускай как-то там торчит все из них. Такие взрывы, пускай эмоции. Ну, блин, мне кажется, должно быть вкусно. Мясо, картошка, перец. Лучок еще добавить. Лучок. Ммм, бомба. Ну, как-то так. Смотреть до конца. И вы узнаете, что из этого получится. Так, ну давайте, рассказываю, что Татьяна сделала. Татьяна напихала то, что умудрилась лезть после моих кусков мяса. Начиночку, перчик, лучок. Посыпала немного. Слово сыр забыл. Сыром. И еще вот такую горку сделала. Мясно овощную. Сейчас у нас это все будет на фарше. Это все будет на фарше. Это будет все вкуснячее, мне кажется. Это все будет вкусняче, да. В общем, вы это увидите уже, я думаю, когда мы будем это поглощать. Надеюсь, это будут довольные лица. Поэтому экспериментаторская кухня у Вольфов. Режим самоизоляции. Делает свое дело. Пятый день. Готовим больше. Он теперь стой и ест, короче, у нас. Не хочет в кресло свое садиться в детское. Красоту я открываю. Красоту. Курочка. Курочка с овощами. Тут у нас немножечко так это. Подпалились. Ну как подпалились. Ну как подпалились. Как печеная картошка, в принципе, она запеченная такая есть. Просто мы сначала на 200 градусов поставили. Получается. Сколько? 30 минут. Ткнули. Она вообще, короче, не печеная. Потом поставили на 250 и еще на 20 минут. И вот она вот сейчас готовая. Наверное, большая. Дай дам я Вике. В общем, мы все равно скажем, что это вкусно. Вы можете нам поверить или нет. Не, ну мы попробуем, сейчас скажем. Да, по-честному будем говорить? По-честному. В этот раз честно будем говорить? Ой, да вот такая вот ее вот... Я так люблю ее троллить, вы не представляете. Это так легко делать. Говоришь какую-нибудь теньюзу, а она сейчас серьезная тогда сразу. Да не говорим, что неправда. Что дать тебе тебе? Папу. Оу, что тебе? Вилку? Он вилку просит. А, маленький мой. Вилка, скажи вилка. 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 Скажи вилка. Илка. Вик, я это... Илка... Ты не говоришь Илка, ты вилка можешь сказать. Я не говорю Илка. Макс, скажи вилка. Ладно, у него рот занят, так бы он может что-то и сказал. Все, давайте попробуем. Все, всем приятного аппетита. Так, ну кто будет первым маму хвалить? Кто не хвалит маму? Я первым похвалю. Давай, папа. Все вкусно. Все замечательно. Ага. Немного суховато. Ага. Ну не менее от этого вкусно. Так, давайте поднимем нашу бакалу. Кто-то хочется добавить. Нет, ничего мы не поднимем. Вот, поднимем огурец. Чтобы не было. Ну все вкусно. Я даже не знаю, как вот его не сухим сделать. Ну вот салатик просто к нему нужен добавить. Да, к нему нужен салатик. А так печеная картошка наша такая есть. Сухая. Ну может там майонезом кто-то скажет, надо было залить его целиком. Ну как так. Майонезом надо. Так, Макс, все, давайте едим. Мы сели смотреть кино. Дети спят. Мы фильм включили. Паразиты. Корейский какой-то. Типа куча Оскаров. Как там был жанр? Остросюжетная. Трагикомедия. Вот не любим приставку траги. Но я говорю, ну блин, давай посмотрим хоть. Все-таки куча Оскаров туда-сюда. И вот сели, короче, паразиты. Ладно. Наверное, завтра расскажем свое мнение о нем. А сейчас, наверное, будем уже прощаться. Всем приятного вечера. Всем приятного вечера. Пока-пока. Спокойной ночи. Отличных снов. А тут фильм на два часа. Наши дети. Я вот не знаю смысл. Чертый фильм в 11.20. В 11.20. Дети в 11 уснули. Пока туда-сюда зубы почистили. 11.20. Короче, маленько посмотрим, что потом досмотрим. Что-то уже траги каминя какая-то. Да. Ладно, спокойной ночи. В 11.20. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова